Приветствую вас. Как я понял, проблема в том, что вы чувствуете себя виноватой. Значит, смотрите, у вас есть два основных направления, по которым вы можете двигаться дальше. Ну, дальше. Значит, первое направление выглядит так. На одну часть весов поставьте то, что вы так больше не могли. Вот, по факту. Поставьте на одну часть весов то, что вы так больше не могли. Не могли больше жить на расстоянии, да, без полноценных отношений, да, без полноценного взаимодействия, секса, чувств и так далее. Озвучьте и сформулируйте потезисно то, что вам прям вот не понравилось. Ну вот, или не то, что не понравилось, да, а то, что вам было то, что вы не могли принять для себя. Вот. Понимаете, какая история? С другой стороны, с другой стороны, на другую чашу весов поставьте то, за что вы, значит, ну, за что вы тебя обвиняете. Теперь. Вот. Понятно, да? И сравните. 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 В. Что для вас. Более, более важно. Понятно, да? О чем я говорю? Надеюсь. Это первый путь. Второй путь, которым вы можете обследовать, это посмотреть на природу вашего чувства вины. Повторюсь, именно природу вашего чувства вины. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Откуда у вас это чувство вины исходит? Какова его природа? Значит, чувство вины бывает двух видов. Это функциональное чувство вины, когда вам нужно сделать выводы, соответствующие выводы из того, что произошло. Да? То есть, например, вот вы причинили человеку боль. И вы для себя делаете вывод, что, допустим, больше я в отношении на расстоянии вступать не буду. Да, да, потому что они ведут, ну, в никуда. Вот. Или, например, я, допустим, чувствую себя виноватым, когда я причинила, причинила боль человеку, допустим. Но эта боль, она, например, поможет ему жить дальше, допустим. То есть, это вот такое функциональное чувство вины, да, чтобы вы, ну, чтобы вы правильно это понимали, чтобы вы правильно отдавали себе отчет в том, как это происходит. Дисфункциональное или деструктивное чувство вины, в отличие от первого вида, проявляется в том, что человек, в данном случае и вы снова и снова себя обвиняют. Это какая-то плохая, как ты, как ты могла его бросить? Там, не знаю, как тебе не стыдно? Ну вот, там, эгоистка, допустим. Допустим. Ну, допустим. И вы понимаете, вы понимаете, что речь идет здесь не об этой ситуации конкретно, в которой вы оказались. Речь идет о совсем другой ситуации, которая, скорее всего, имела место быть у вас в детстве, которая, скорее всего, сейчас повторяется. То есть, вас, вы воспроизводите те же фразы, те же слова. Как ты можешь, как ты могла. Или там, допустим, ты останешься одна, например. Ну и что-то типа того, да. Вот. Вы воспроизводите фразу эту. По принципу, по принципу, по такому же принципу, как это делали ваши, например, родные в детстве. Вот. Понимаете? И это уже дисфункциональное чувство, да, дисфункциональное чувство вины. То есть, оно вам ничего хорошего не дает. Абсолютно. Совершенно. Совершенно. Ну вот. История здесь в том, чтобы избавиться, освободиться, это, раскрыть, это, самое, значит, раскрыть, это, самое, чувство вины. Вот. Понимаете? Понять, как, что за ним стоит. Ведь вы же, наверняка, не сразу пришли к этой идее, не сразу пришли к этому решению, к решению расстаться. Значит, вы терпели, вы подавляли себя. Понимаете? Вы подавляли себя. Подавляли, подавляли, и вот, наконец-то, выразили желание, но это желание у вас под запретом, желание быть свободным. Значит, когда-то вам его запретили. И теперь вы просто воспроизводите тот, тот самый запрет. Давайте подумаем. Вот то, что вы сейчас чувствуете. Когда вы чувствовали, эээ, еще, когда еще у вас были такие чувства, самый ранний эпизод вспомнить можете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.